Приветствую! В предыдущем видео мы говорили о том, что делать, если к вам подходят люди в форме и просят ваши документы с целью выписать вам повестку. Обязательно посмотрите данное видео, ссылочка на него будет в описании к ролику. В этом же видео мы поговорим о том, что делать, если вас уже силой доставили в ТЦК и СП. Если это произошло, то скорее всего причина была одна из следующих. Первое. Вы умничали. Именно так же описывают представители государства поведение людей, когда человек пытается отстаивать свои права и требует от представителей государства соблюдения законодательства. Че ты умничаешь? Ну вот скорее всего вы доумничались и оказались в ТЦК и СП. Наверное вы активно требовали у них документы, наверное вы не хотели принимать незаконно выписанную повестку и оказались в ТЦК и СП. Вторая причина это скорее всего следующая причина. Вам ранее выдавали повестку и вы по ней не явились. После этого ТЦК и СП, бывший военкомат, обратился в полицию и полиция задержала и доставила вас для составления протокола и рассмотрения административного дела. И вот мы сейчас разберемся, что вам делать в этой ситуации. Что будут делать они и что делать вам. Что будет происходить в ТЦК и СП? Первое. Скорее всего вас захотят привлечь к административной ответственности. Составить протокол за то, что вы отказывались от вручения повестки. Либо же протокол за неявку в военкомат по повестке. Что нужно делать вам в этой ситуации. Нужно помнить, что ситуация во-первых достаточно серьезная. А именно поэтому стоит воспользоваться правом на защиту. Правом на правовую помощь адвоката. Именно об этом нужно заявить начальнику ТЦК и социальной поддержки. Поскольку именно он вправе рассматривать эти дела. Как это сделать? Во-первых попросите у них лист бумаги и напишите соответствующее ходатайство. Что прошу предоставить мне возможность воспользоваться правовой защитой адвоката. и перенести в связи с этим рассмотрение дела на иной срок. Вы сейчас конечно такие, что ты рассказываешь, что кто мне даст бумагу. Я прекрасно понимаю, что скорее всего никто вам этого сделать не даст. Но как минимум устно вы должны им заявить, что я хочу воспользоваться правовой помощью адвоката. В связи с этим прошу перенести дело, рассмотрение дела на другую дату. Скорее всего вам откажут. Скорее всего вам откажут. Я это прекрасно понимаю. Что делать в этой ситуации. Они будут составлять протокол. Протокол о административном правонарушении. После того, как они его составят, вам дадут этот протокол на подпись. Вы не отказываетесь от подписи. Вы не говорите, что я ничего подписывать не буду. Это в принципе не особо помогает. Вы наоборот берете протокол и быстренько, быстренько потому что вам не дадут написать полноценную фразу, вы быстренько, вот там, где должны поставить подпись, пишите. Просил адвоката, отказали. Просил перенести, отказали. Постарайтесь записать вот это. Просил адвоката, отказали. Просил перенести, отказали. Вероятно, вот эти несколько слов вы успеете записать в протокол и дальше ставите подпись. Зачем мы это делаем? Это мы делаем за тем, чтобы потом в суде обжаловать постановление о привлечении вас к административной ответственности и успешно обжаловать, потому что невозможно рассмотрение административного дела без помощи адвоката, если человек об этом заявляет. Соответственно, конечно, у нас есть вариант, что они потом возьмут этот протокол и перепишут, да, и без вас, и напишут, что отказался подписывать. Но, друзья, давайте все-таки мы будем делать все, что от нас зависит, ну, а там уже будем разбираться, да, мы не можем предвидеть всех вариантов развития событий. Что будет после того, как вы это все сделали? Вам, скорее всего, дадут предупреждение о нарушении правил воинского учета. По закону, да, вот они должны, ну, по логике, вернее, они должны сделать так. Почему? Потому что после того, как они дадут вам такое предупреждение, то есть привлекут сначала к административной ответственности, потом дадут предупреждение, оно может быть оформлено как отдельно, так и вместе с повесткой. Ну, как вариант, да, они, бывает, так делают это на одном листе бумаги. И повестка, и само предупреждение. И, соответственно, следующая повестка дается на прохождение ВЛК. Вы, ну, друзья, поскольку вы уже находитесь в ТЦК и СП, там абсолютно не проблема выписать распоряжение на вас и сделать эту повестку законной. Поэтому здесь будем уже исходить, что в отличие от тех повесток, которые на улице, повестку, которую мы получаем в ТЦК, является законной. Потом, кстати, если что, в суде мы еще это проверим, была ли она законной. Но пока исходим из того, что она законная. Вы принимаете эту повестку. Отказываться здесь от нее, ну, как такового смысла уже, наверное, и не очень есть. Вот. Дальше они направляют вас на ВЛК. Если вас направили на ВЛК, например, там, на завтра, на послезавтра, то вообще здесь вопрос закрыт, проблем я не вижу. Но бывает так, что они на ВЛК направляют вас прямо сейчас. И они говорят, мы тебя отсюда не выпустим, пока ты не пройдешь ВЛК. Вот здесь нужно вспомнить, что есть 402 приказ Министерства обороны Украины, который, собственно говоря, и регулирует вопрос прохождения ВЛК. И там, по сути, ВЛК начинается с того, что нужно в наркодиспансеры, нужно в психдиспансеры сделать запрос. И пройти ВЛК за полчаса полноценную просто невозможно. Ну, возможно, в каких случаях вы знаете, что вы абсолютно здоровы, и вы как бы говорите, да, я здоров, 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 проблем нет, вам ставят пригоден и дают повестку на отправку. Если же у вас есть проблемы со здоровьем, если вы лечитесь, если у вас есть какие-то медицинские заключения, да, выписки, то вы обратитесь к военным и попросите перенести ВЛК на другой день. Почему? Объясните им, что у вас есть проблемы со здоровьем, у вас есть документы, подтверждающие это, и вы готовы пройти ВЛК, вы не отказываетесь от прохождения ВЛК, но вы готовы пройти только вот завтра, да, я принесу все документы, которые у меня есть, и пройду вообще, я не вижу в этом проблемы. Если вам в этом отказывают, друзья, вот здесь вы становитесь перед очень сложным выбором. Выбор у вас следующий – здоровье, либо уголовная ответственность. Вот перед таким выбором вы станете. И выбор однозначно не очень простой. Но, друзья, хочу сказать, что уголовная ответственность в этом случае будет по статье 337. То есть, если вы категорически откажетесь от ВЛК, в принципе, они могут додавить до уголовной ответственности. Там санкция следующая – до 8,5 тысяч штрафа, либо же исправительные работы на рабочем месте. Что такое исправительные работы, которые вы отбываете на рабочем месте? Да, у вас есть статус судимый, вы работаете, и у вас из зарплаты, скажем, до 20% удерживают в качестве наказания. Вот такая уголовная ответственность вас ждет. Конечно, многих уголовная ответственность пугает. Сама идея о уголовной ответственности, она, конечно же, для законопослушного человека, но она неприемлема, она чужда, и я вас прекрасно понимаю. Но, друзья, помните еще и о вашем здоровье. Потому что, если у вас, например, я не знаю, там, грыжи в позвоночнике, вы не можете это сейчас доказать, но вы в состоянии ремиссии находитесь. Да, у вас вроде бы сейчас проблем нет. Но представьте себе, вы проходите ВЛК, вы не можете доказать, что у вас есть грыжа. Что далее происходит? Далее вас отправляют на службу, ну, и представим себе вас в артиллерию. И говорят, пока ты ничего не умеешь, будешь подносить нам снаряды. А там снаряд 20, 30, 40 килограмм. Вы взяли один этот снаряд, дальше вы прекрасно знаете, что произойдет с вашей грыжей. Все, инвалидность в первый же день вы заработали. Вот здесь нужно понимать, если у вас есть критические проблемы со здоровьем, постарайтесь донести до начальника ТЦК, до врачей, что у вас эти проблемы есть. И даже вопрос здесь стоит уже не о том, что там отказаться, не отказаться от прохождения ВЛК. Вопрос стоит в том, чтобы донести им мысль, что у вас есть такая проблема. И если врачи это услышат, ну, а нормальный врач это услышит, то есть нормальный врач понимает, что человек на ходу там придумывает, да, либо у него есть проблема. Потому что если у нас есть проблемы со здоровьем, ну, мы знаем, чем мы лечились и к каким врачам ходили, и какой наш диагноз и прочее. Поэтому вот здесь, друзья, если у вас есть критические проблемы со здоровьем, то даже если вы пройдете ВЛК, если вы не откажетесь категорически, то в конце, когда вам дадут лист, в котором нужно будет написать, что вы согласны с результатами ВЛК, пишите, что вы с результатами ВЛК не согласны и будете их оспаривать. Вот это очень важно. Если вы прошли ВЛК, если вы решили проходить ВЛК, если вы не отказались, и если вы видите, что ВЛК прошло чисто формально, там за полчаса все вам написали, что вы здоров, пишите, что вы с результатами ВЛК не согласны и будете их оспаривать. И с этого момента никаких больше бумаг вы не подписываете. Что бы вам ни говорили, что бы вам ни давали, если вы знаете, что у вас есть критические проблемы со здоровьем, то помните, что согласно Конституции, в нашем государстве, человек, его жизнь и здоровье являются наивысшей социальной ценностью. Помните об этом. И с этого момента никаких бумаг не подписывайте, как бы вам ни угрожали. Да, для вас возможна уголовная ответственность. Но если вы выбрали для себя, что для вас здоровье сейчас важнее, то, конечно же, нужно защищать свое здоровье. Что будет дальше? Если вы выбрали путь максимальной защиты своего здоровья, но решили это сделать после прохождения ВЛК, то будьте готовы к тому, что вам будут выдавать повестку на отправку. Непринятие этой повестки это уже уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса. И там максимальная санкция идет от 3 до 5 лет. Естественно, будут вызывать полицию, передавать вас полиции. И полиция в дальнейшем, ну что она сделает? Она вас опросит и отпустит. То есть здесь не предполагается там меры пресечения в виде ареста. Здесь, как правило, полиция опрашивает людей, берет их пояснение. Ну и, соответственно, это общение с полицейскими, со следователями не очень приятное. Но, тем не менее, это то, что предусмотрено законом. Друзья, вот здесь сейчас, кто дослушал до этого места, может сказать «Стоп, но что же ты нам советуешь? Ты нас что, подводишь под уголовную ответственность?» Друзья, к сожалению, не я подвожу вас под уголовную ответственность, я вам лишь рассказываю о том, какие действия, каким последствиям могут вас привести. что в этой ситуации делать? Какой выбирать путь? Безусловно, это ваше решение. Вы должны понимать, что если вы там отказываетесь от прохождения ВЛК, то у вас должны быть существенные основания. То есть действительно, у вас есть серьезные заболевания, с которыми мы потом в суде просто скажем, что «Да, вот у нас есть это». В этом плане с целью своей защиты я бы рекомендовал, что для людей, которые имеют какие-то серьезные заболевания, имеют, соответственно, выписки, заключения какие-то, пофотографируйте их и пусть они всегда будут с вами. Даже если вы окажетесь вот так в ТЦК и ИСП, вас будут принуждать к прохождению ВЛК, то вы хотя бы сможете показать врачам фотографии с вашими диагнозами, чтобы хоть как-то подтвердить, чтобы они могли действительно обратить внимание и увидели, что вы не просто уклонист, а у вас есть серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас я прекрасно понимаю, что у некоторых из вас есть некое разочарование. Да, вы просмотрели видео и не нашли некой волшебной таблетки, которая бы позволила себя защитить в этой ситуации. Ее просто нет. Не потому, что я вам ее не рассказываю, а этой таблетки просто нет. Напомню, что в соответствии с Конституцией Украины обязанность защищать государство это обязанность каждого гражданина Украины. И государство имеет законодательную базу, которая предусматривает порядок призыва человека на воинскую службу. И вопрос в том, что если государство и представители государства соблюдают этот порядок призыва, то в принципе человеку ничего не остается, как выполнить свою конституционную обязанность. И мы же не говорим с вами о каких-то способах уклонения от воинской службы. Мы здесь говорим исключительно о том, как защитить свои права во время призыва. То есть для нас самое главное проконтролировать соблюдение всех наших прав, соблюдение порядка призыва, который предусмотрен действующим законодательством. И если это произошло, то результатом этого всего является либо получение отстрочки, либо признание человека непригодным к службе, либо же непосредственно призыв на воинскую службу. Друзья, если вы считаете, что данное видео полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Напомню, что у меня есть много полезных видео, которые позволяют защитить свои права во время мобилизации, во время военного положения в Украине. Я много рассказываю о том, по каким правилам сейчас погранслужба пропускает военно обязанных мужчин из Украины. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok